Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Тимур Рага. Сегодня в выпуске. Стоит ли ждать увеличение цен на продукты в ближайшее время? Средняя зарплата в Татарстане превысила 28,5 тысяч рублей. А штрафованы магазины, поднявшие цены на гречку в прошлом году. Плохая погода вновь отразилась на урожае в Татарстане. Об этом сообщил глава республиканского Минсельхозпрода Марат Ахметов. По его словам, в целом аграрии региона в этом году произвели продукцию на 220 миллиардов рублей. В земледелии они недобрали примерно на 20 миллиардов рублей. Среди плюсов Ахметов отметил рост средней зарплаты аграриев до 17 тысяч рублей. Это на 14% больше по сравнению с прошлым годом. Президент республики Рустам Мениханов также подчеркнул, что нынешний год для сельхозпроизводителей стал непростым. Он напомнил, что уже пять лет подряд Татарстан оказывается в непростых погодных условиях. Но регион все равно производит продуктов питания больше, чем потребляет. В интервью нашей телекомпании первый замминистра сельского хозяйства республики Николай Титов дал прогноз роста цен на основные продукты в ближайшее время. До Нового года мы прогнозируем и говорим, что никаких изменений не будет абсолютно, тем более на хлеб. Вы знаете о том, что у нас в программе есть социальные хлеба, мы их как бы держим на особом контроле. Поэтому цен на хлеб повышаться до Нового года не планируем. И думаю, что за год мы сырья запасли в достаточном количестве, то есть зерно на весь год у нас имеется. Мы сработали в этом плане в период закупки очень плодотворно. И с пониманием мы отнеслись с нашим сельхозтоваропроизводителем. Поэтому оснований пока мы не видим в повышении цен по хлебу. По молочным продуктам как бы не ожидается. По ваше шам это сезонное. Сейчас нужно как бы заготовиться как бы. Но в зимний период, возможно, чуть-чуть рост будет. Мясо тоже особо не вижу, чтобы оно подорожало. Оснований пока для этого нет. Это как будет себя рынок вести. В зависимости от рынка, может быть, что-то незначительное повлияет. А так нет. И в продолжение темы. Татарстан по росту потребительских цен занял предпоследнее место в Поволжье. По последним данным Татстата, цены этим летом в республике выросли почти на 9% к декабрю прошлого года. Больше всего продукты подорожали в Ульяновской, Нижегородской и Самарской областях. Регионом с самым незначительным ростом оказалась Оренбургская область. За ней уже идет Татарстан. Республиканская УФАС наказала всех фигурантов гречневого дела. Несколько крупнейших ритейлеров России были оштрафованы на общую сумму более 5 миллионов рублей за необоснованное завышение цен на гречку минувшей зимой. Среди них Торговый дом-перекресток, Тандер, Агроторг, Зельгроз и Ашан. В ведомстве заявили, штраф в данном случае оборотный, не носит однородной структуры. Он зависит от тех объемов гречки, которые продали магазины. Напомним, 3 июня УФАС по республике признала 5 крупных торговых сетей виновными в ценовом сговоре. Он привел к удорожанию в половину гречневой крупы в магазинах Татарстана в ноябре 14 января 2015 годов. Ритейлеры свою вину категорически отвергают, ссылаясь на рост цен у них поставщиков. Все они намерены обжаловать это решение в арбитражном суде. С начала этого года, если сравнивать с прошлым, зарплата в Татарстане выросла примерно на 7,5%. Таким образом, она превысила 28,5 тысяч рублей. При этом, по данным Татстата, реальная заработная плата в республике снизилась на 5%. Цены же с начала года выросли более чем на 8%. Между тем, среднемесячная зарплата по Казани почти на 5 тысяч выше республиканской. В столице Татарстана она превышает 33 тысяч рублей. Реальная зарплата же в Казани, как и во всем регионе, упала, но даже сильнее, на 6%. Это были новости экономики. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин